Выбрались микрофон-звездный, сейчас перейдем его по наземному переходу. Сбираемся наверх. Вот мы стоим около перекрестка над Краснозвездным, вот он пошел туда, улица Семена Дежнева. Улица Кировоградская, она пересекает и идет в ту сторону. Улица Луганская залегает в овраге. Улица Кайсарова вливается сюда с этой стороны. Так, сегодня мы идем вдоль улицы Кировоградской. Впереди виден холм Совского кладбища и под ним там верхний каскад Совских прудов. Отправляемся туда, но мы не идем сейчас к верхнему каскаду, а идем левее. Вот мы пересекли перекресток, другая сторона, фолм Ширмы, улица Кайсарова, улица Кировоградская пошла в ту сторону. Осушенный пруд, а вот слева от него интересный объект. Спущенный под землю коллектор Совки, уже второй или даже третий. Раньше Совка протекала вот там в небольшом поверхностном овражке. Этот овражек частично сохранился. Вот, кстати, давайте сейчас подойдем к осушенному пруду и посмотрим вот-вот-вот фиговину. Мы слышим звук. Этот звук... Опа! Я чуть не упал. Этот звук из трубы. Нет. Санк, ты что за... Этот звук... Мы чуть дальше, по-моему. От землей где-то, да. Звук под землей, потому что этой трубы просто кусок такой. Так. Там вот идет лестничка наверх. Это район Ширмы. А вот это район Совок. Поселок Совки, бывший совхоз Совки, он раскинулся как на холме слева, так и на холме справа. В прошлом, даже в этом году, весной, вот тут проложили новый коллектор. Его заложили вот такими вот огромными камнями. Но, как видим, вода еще прорывается на поверхность. Мы сейчас спустимся. Вот она тут всюду сочится, эта вода. Да, да, вот я сейчас к ней подойду, а заодно глянем, что здесь. А вот еще Совка. Еще тут есть в таком обходном канальчике. И уходит в трубу. Вон там труба. Вот труба, и тут заболотившееся такое русло, к которому присоединяется русло от улицы Кайсарова. Это одно из русел, потому что приток с Кайсарова, он во многом спущен в коллектор. Так, глубина тут приличная. Тут выше пояса. Вот если так смотреть, выше пояса. Но мы не будем мерить. А сочащаяся, сочащаяся. А вот это... Вот мы сейчас идем над коллектором, над новым коллектором, который закопан. Вот. А также воды Совки прорываются вот тут. Вот все заболотилось, заросло. Мы сейчас опять выберемся на дорогу. И вот тут по ходу этого гидротехнического сооружения смотровой колодец. И вот если мы в него заглянем, то на глубине около... Ну, трех метров. Почувствуем запах химии и увидим воду. Так, идем дальше в сторону холма Совского кладбища. Вот он там темнеет впереди. Ни единого признака тени в этот жаркий летний день. Вот мы видим бетонный берег такой сделанный. И бывший земляной канал с забросом камнями. И через определенные промежутки колодца такие шахты. Вот слева все равно вода просачивается, потому что реку остановить невозможно. Прямо какая-то это... Долина смерти. Ага. Частный сектор и долина Совки. Вот справа там улица Кировоградская. Она там уже сузилась очень. Вот, растут ромашки тут разные, полевые пустырные цветочки разные. Плавный вот такой кадр сделан. Вот тут справа раскопали. Раньше тут был пустырь, а теперь зачем-то в него тоже набросали этих камней. И вообще вот тут, как я понимаю, будет часть новой дороги на Жуляны. Ее прокладывают вдоль холма Совского кладбища и вдоль улицы Колосковой. Попутно и вдоль русла одного из истоков Совки. Причем мы видим, ну, совершенно убитое русло реки. Зачем это сделали? Ну, вот для приложения коллектора. Под нами сейчас вот там протекает довольно могучая река. Но ее не видно, не слышно, кроме вот тех вот заболачиваний. Обновляются старые домики новыми теремами. Сейчас мы будем проходить мимо водонапорной станции то ли второго, то ли третьего подъема Крутогорная. Она так называется, потому что находится на улице Крутогорная. Крутогорная пересекает Кировоградскую, а там чуть дальше. Справа от нас теплотрасса. Вот это трубы теплотрассы. Вот я стою на трубе теплотрассы. Крутогорная, холм с кладбищем Совок. Мы на улице Кировоградской. Вдоль растут довольно старые ивы. Мы вышли на перекресток Крутогорной и Кировоградской. И на нас как бы смотрит долина Совки. Это где протекала Совка. Слева базарчик цветочный для кладбища. И затеяно, прекращено строительство. Сейчас мы идем исследовать исток Совки. Тот исток, который начинается со стороны Жулянц. Там верхний каскад прудов, там Совское кладбище. А там, собственно, долина Совки. Вот тут, прямо подо мной, течет вода из верхнего каскада. И еще из коллектора, который идет вдоль улицы Колосковой. Связь этого коллектора с текущей в овраге речкой и истоком Совки для меня загадка. То есть, я не знаю, какая часть этого истока Совки спущена в коллектор, а какая течет на поверхности. Может быть, весь исток течет на поверхности, а в коллекторе что-то другое течет. Я не знаю. В ту сторону мы будем стараться идти по этому оврагу, по естественному руслу. А назад мы будем идти уже по грунтовой дороге. Вот это будет проектируемая дорога на Жуляны. Новая дорога. Так что сворачиваем сейчас туда и пробуем идти вдоль русла, если это возможно. Вот тут пару лет назад началось строительство жилого комплекса очередного, но оно заморожено. И вот исток, один из истоков Совки. Вот тут мы видим, он заболотился, замусорен. Вот мы сейчас пройдем чуть дальше и будем идти по его берегу, который лежит, вернее, этот исток лежит в глубоком овраге между холмом Совского кладбища и холмом Совок. Вот здесь долины истока со стороны Жулян. Заглянем, впрочем, на то, во что превратили эту долину. Вот давайте посмотрим на этот развал исхождения. Вот тут была лужайка. Вот, вот это вот строительная площадка за синим забором, строительная площадка Киева Атома. Что они там строят, я не знаю. Вот, а вот тоже, видишь, река пробивается наружу. Пробивается. Сейчас я спущусь. Вот колодец, коллектор, он там, то есть вот он идет по краю, но вместе с тем другой, вот мы видим тут трубу и в трубу утекает вода, вот в ту сторону. То есть коллектор основной, он проложен туда, под Кировоградскую и туда. И вот в него вода втекает, оттуда она течет. Но, повторюсь, основной водный поток, как я понимаю, истока, он по ту сторону, там вот в овражке, куда мы сейчас и отправимся. Вот мы сейчас попробуем забуриться в кусты эти. Где-то тут выпасают коз, кстати. Пахнет козами. А тут пройти не получится. Получится пройти чуть дальше. По периметру и смотрим, где же все-таки можно свернуть к тому ручью. А вот и налево отходит вполне цивильная тропа. Такой небольшой прудок, я бы сказал, на истоке, питается из ручейка и ручейком же выходит дальше. Попробую снять его с той стороны, чтобы было лучше видно. Вот течение в ту сторону. Вот мы смотрим против течения. Такой прудок и ручей течет оттуда. Я выбираюсь к этому месту. Вот. Пошли так. Тут вполне проходимо. И ближе к воде. Я тебе скажу, что осенью тут проще было бы пробираться. Но да ничего. Если мы подойдем сюда, то увидим совсем такой узкий ручеек, который бежит себе в таком овражке. Вот от этой столбовой, так сказать, дороги мы сворачиваем налево в овражек с истоком. И попадаем в замечательную рощу. Вот тут мостик. Такой переход дип. Вода перекатывается под и рядом с мостом и течет в пустую сторону. Переходим. Движемся по тропе. Овраг зарос очень высокими деревьями. И склоны его начинают повышаться. Мы решили обойти овражек с другой стороны. Так, мы все-таки следуем вдоль долины, по верху. Коллектор, о котором я рассказывал, он проложен под. То есть справа, ой, слева от бетонной уже дороги. Так, давайте подойдем к руслу и истока здесь, а потом еще дальше. Ну, тут столик для отдыха. Если мы заглянем вниз, то увидим уже довольно приличный овражек, который у подножия которого течет ручей, а дальше поднимаются высоченные деревья среди болотной травы. Вот, наверх пошла улица Колосковая к Совскому кладбищу. А мы движемся параллельно Колосковой, и параллельно ей лежит овраг. И совка, один из ее истоков, течет со стороны жулян. Вот тут, кстати, будет хорошо видно, как при проложении дороги, вот впрочем здесь, и там срезали часть склона. Вот склон был пологий, склон оврага, а его как бы срезали, сделали более плоским, и по его террасе проложили эту бетонную дорогу, которая еще в 2016-м была грунтовой. Вот, видно, как работал экскаватор, как срез холма тут такой. Вот, мы идем дальше. Дальше этот овраг перегораживает гать. Давайте свернем сюда еще. Кроме мусора, мы тут натыкаемся на озерцо такое вот. Вот большое круглое озерцо. Может, мы к нему потом сможем подобраться. Сейчас оно порывается. Сзади раскинулось. Перекрестие. Слева там верхний каскад. Слева от нас овраг с истоком. Справа продолжается срезанный склон этого оврага. Под нами некий коллектор, сокрыт под землей. Это дорога, что я не дожилля, наверное, да? Да. Это ж ее строят. Ну, хотят новую, да. Непонятно для чего. По обочинам валяются такие здоровенные трубы, которые ведут в никуда порталы, в иные миры. И мы сейчас можем с гати спуститься в этот овраг. Там нормальный спуск. Сейчас мы сворачиваем налево и спускаемся в эту часть оврага. Вот мы будем там. Затем мы снова поднимемся на гать и пойдем в ту сторону. Сворачиваем. Надо успеть снять там, пока не застроили. Потому что вот это все будет в ближайшее время застроено. Вот уже все строится там. Ага, межтемпереры-то как раз. Вот. И хочется успеть эту местность снять до того, как она исказится уже безвозвратно. Так, поднимаемся на гать, под которой исток протекает в бетонной трубе. Сейчас мы свернем еще раз и попадем в чудесное место. Кстати, если идти прямо-прямо-прямо, мы выходим к аэропорту Жуляны. Вот прямо так, если честно. Но мы сейчас туда не пойдем и сворачиваем еще налево. Смотрим. О, белка. Значит, обращаю внимание на рельеф. Вот мы идем по гате. Да. Сейчас мы здесь не... Мы идем по гате. Гать пересекает совку. Исток совки. Вот долина совки продолжается в ту сторону к Жулянам, в овраге. Но овраг продолжается по другую сторону гати. И вот сейчас мы спустимся в ту часть оврага, мимо которой мы шли. И познакомимся с несколькими родниками, кроме выхода истока из этого. Сейчас там высокий холм и на нем район поселок Совки. Сейчас я сниму панораму сверху, вот с этого склона, а потом мы спустимся вниз. Там вполне цивильный спуск. А я сейчас просто перебегу на вот тот склон, чтобы снять видовую панорамку. По растительности эта местность напоминает Голосеево. Вот тут очень большая высота. Я стою вровень с деревьями. Я сейчас... Из паркатуры выходит исток. Совершенно дикое ущелье, где даже не хочется разговаривать, чтобы не нарушать природу. Не хочется упасть. Большая кладочка и родник. Как видим, он вымывает совсем белый песочек. Мягкий белый песочек, как кажется. Вот этот родник отсюда сочится. Прямо отсюда. Выход из стока и из подъятия. И вот сочится речка. Сюда летают недюжины мощности комары. И дальше исток протекает ручьем по дну этого большого оврага. Сейчас я подберусь. Здесь мы с Колей поднимемся и посмотрим по другую сторону этой гати. тропа на гате вот там вот такой высокий холм он продолжается туда и в ту сторону верхний каскадцовских прудов вот мы вырулили опять на тропу будем смотреть что там осталось это вот исток исчезает от гатию вот там внизу раз мы туда если не подберемся то просто попробуем показать сверху это место вот часть этого оврага уже засыпается при строительстве ручей сочится вот в этом удоле заросшим деревьями удоле и тут вообще-то два оврага параллельных один здесь один через тропу который ведет гать а мы туда не пойдем мы сейчас идем то есть исток вот отсюда исчезает под гатью и течет дальше сейчас мы попытаемся проследить этот исток против течения уже от гати вот тут справа уже идет во всю строительство совершенно невозможно подбираться и не видно этого удоле поэтому мы пойдем дальше по тропе по дороге этой грунтовой не грунтовой уже бетонной вот тут направо раньше залезал просто поросший травой холм сейчас мы свернем налево там будет так называемая купель это еще один приток истока родник такой вот это как я понимаю рую дальше эту дорогу но мы сейчас свернем влево справа возвели бетонную стену назад такая дорога так мы сворачиваем влево опять же в сторону подъема на поселок совки на купель и пруд на истоке этом тут какая-то то ли очередная автобаза то ли что-то и вот исток он лежит между холмом и этой автобазой и любопытно удастся ли его проследить вот мы сейчас сворачиваем к купели вот пруд вот он это пруд на истоке вот он втекает сюда вытекает отсюда и продолжается виде вот такой вот местности которую сложно показать но попробуем показать вот такая вот местность вот у нас тут а подъем к совкам а тут купили подойдем к ней значит как это устроено вот склоне склон родник из-за родника вода протекает под мостиком и уходит сначала в купель а потом через дырочку уходит дальше в этот вот исток совки вот тут все так облагорожено и красиво скамеечки и это чудесная дикая местность я думаю самое время попробовать воду из этого родника и сказать зрителям какова же она на вкус вода очень холодная очень вкусно слышно закадровая серба николь холодная водица студеная вот за этим склоном лежит поселок совки мы же выбираемся наверх и пробуем исследовать исток совки вот тут надо бы решить либо мы попробуем обойти это автомобильное хозяйство с той стороны либо с этой на это вот давай сейчас тут поднимемся на на холмик этот вот кстати снимем вид сверху восходим по тропке над прудом в принципе один из старейших прудов кстати ну видишь вода на нем какая в нем какая темная он довольно глубокий ну что же думаю имеет смысл попробовать поскольку исток будет сочиться между автомобильным хозяйством и холмом попробуем двигаться дальше по холму идем в ту сторону и мы от перекрестка над купелью начинаем двигаться вдоль берега по холмистому этому берегу кстати вот смотри тут явно раньше что-то было может быть стояло какое-то здание может это раскопанный курган ведь мы приближаемся к жулянам а возле жулян еще в 19 веке и раньше были известны курганы и вот может быть вообще вот вся эта местность считалась курганами я не знаю это же вполне могут быть старые курганы сейчас я сниму это со стороны вот то есть вот такое возвышение там справа холм с посолком совки и вот такое возвышение а там озеро это в глубине и нам надо и вот смотри типа и даже какой-то вал такой небольшой есть тут вот такой вот в низинку вписывается значит я предлагаю двигаться по верху потому что тут мы рискуем просто встрять в бурелом и не сможем пройти а тут а тут еще какое-то время есть торный путь идет съемка большого длинного кадра вот недавняя гроза сломала тополь тополь старый высокий так идем вот тут даже видно машины заезжают посмотрим вот там слева идет по верху прямая дорога к радио приводу жулян а по левую сторону от этой дороги лежит вот тут глубокий овраг который я тебе показывал вот давайте посмотрим срез почвы послойный оп вот вот все глина да вот такие вот даже слои с частицами железа есть вот кстати чем не курган смотри видишь очень даже и тут деревья во-первых старые очень вот тут и тополя и березы а во-вторых это не высеянные а самосадные так сказать потому что они растут хаотично вот сейчас мы давай и последуем дальше по тропе этой посмотрим куда она нас приведет по правде сказать я здесь уже был но я не доходил до конца я здесь уже был несколько лет назад но я не доходил до конца и смотри вот тут вправо уходят такие яр и вот тут этот яр где продолжается исток но видишь сюда именно отсюда спуститься очень трудно и там мусор поэтому идем дальше вдоль тропы и вдоль какой-то тут автобазы или что ну это лишь вот такие чуть ли не как бы ущелья ну и да и и папоротники ну тут как бы в ту сторону отделяются такие мысы разделенные вот тут эта база продолжается поэтому мы обходим с этой стороны дорога взбирается вверх вот здесь идет глубокий ярк пробиться вдоль берега не получилось поэтому мы пойдем совки и попробуем пойти с другой стороны так вылезаем туда вот мы практически вышли к жулянам аэропорту с той стороны туда пробиваться бесполезно поэтому мы попробуем обойти эту местность так вот выходим к местности перед аэропортом мы идем туда вот Продолжение следует... 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 Нереально, нет, нет смысла, вернее затраты силовые превзойдут результат, мы потом оттуда тупо не выберемся, ну что же, все-таки продолжим обходить. Долго или коротко мы подошли к луже и от нее отделялась дорожка, мы решили пройти вдоль этой дорожки, это граница огородов, вот там люди трудятся на огородах, то есть огороды лежат между вот этим вот яром, оврагом, дорога, а по правую руку от нас яр. Вот тут уже липы, а вот тут тропинка уходит, идем последуем доль тропы, мы видим сзади поле с огородом, видишь номера на огородах, то есть участки, там какой-то виден овражек, тут растут тополя, вот липа впереди и к липе сворачивает тропинка. А, это не липа, это дуб, древний дуб, ну, не древний, а древний как раз. Старый довольно. Да. И вот туда куда-то идет тропа. Посмотрим куда она нас приведет. По прикидкам у нас тропа должна рано или поздно привести к оврагу, этому совка, но как скоро и где именно, я не знаю. В всяком случае, это первый свернувший туда поворот. И, в принципе, овраг лежит правее нас, потому что тут местность ровная. Я даже не могу сообразить, куда мы так выйдем сейчас. О, я вижу справа какой-то интересный, интересный расклад там какой-то. Сейчас давай свернем, глянем, что там. Олимпумпо. А вот строительство дороги. Вот мы вышли, мы стоим на холме над строительством дороги. Вот тут все нафиг вырублено. Дальше там, да. Сейчас вот мы снимем эту. Вон строится дорога, вырублено тут все. На другой стороне совской кладбища. Скоро тут все изменится. Все переменится. Вот мы и вышли к строительству новой дороги на Жуляны. Давай уже для очистки совести вот сюда поднимемся, а потом вернемся к той тропе тогда. Вот где-то там была пасека, когда-то там, на холме складбище. Но мы на тот холм пойдем исследовать другой исток. Вот казалось бы, кому мешали тут эти деревья. И от них вырубили. И снимаю длинную панораму такую длинную. Вот все получается длинную панораму. Это вот все было, роща была. И все срубили. Я так понимаю, что там какой-то может быть протекал еще приток. Вот тут, знаешь, сбегать по этому склону как-то не хочется. Вот совершенно. Но вот по рельефу, знаешь, вот так и кажется, что оттуда вот какой-то мог еще случиться ручей. Вот он вот так вот тек. И там под склоном. Вот эти еще, короче, тут похоже взяли в коллектор что-то. Да вот что-то. Это может быть как строительство какого-то коллектора. Да, ну это явно какой-то коллектор. Но вот что в нем гонят, это вопрос. Перебираться. У нас еще цель все-таки продолжить. А, все. Практически мы там купель. Идем. Интересно, куда мы так выйдем. Вот так если. Я боюсь, что мы... А, мы должны... Эта тропа нас должна вывести вот к тем сооружениям за прудом. Посмотрим сейчас вот. Панорамку березовой рощи. Вот эта тропка. Мы ее не потеряли. Мы вернулись на тропу. И овраг должен быть справа. Я вижу справа какие-то... Понятно что там справа. Вот. Дорога вроде бы начинает спускаться. А что справа? Вот мы вышли к берегу этого оврага. Слышена человеческая деятельность. Мы идем по противоположному краю оврага. И нам волей-неволей придется спуститься к дороге. Вот. Тропа идет. Вот она идет сюда. Вот такой спуск. Так. Если тут есть спуск. Сейчас. Опа. Опа. Пардон. Видим тут какая-то заболоченная или заводненная фигуня какая-то. Опа. Надо полагать. Вот там мы можем спуститься. Помню. Вот как раз. Тут спуск. Интересно как искажаются звуки. Слышишь? Они отражаются от бетонной стены. Вон, кстати, кладбищевская церковь видно. Но это новая церковь. Вода. Не пей водицу. Козленочком станешь. Огороженная территория. С полицей пробулок. С полицей пробулок. Вот мы вышли к строительству дороги. Так. Ну и вот там это поворот на купеля. Мы возвращаемся обратно по улице Колосковой. Возвращаемся к верхнему каскаду прудов. Вот. Если, вернее, когда дорогу застроят, то тут все преобразится. Тут будут, там где мы сейчас идем, будет непрерывный поток машин. Да. А вот эта зелень по сторонам постепенно исчезнет. Тут начнут расти высотки. Вот. Ведь застроена же уже, застроена эта сторона частично. Вот там в замусоренном овраге течет один из истоков совки. И вот там расположена и купель с родником, и другой ручей из пруда выходит. И лет через сто эти кадры будут последним свидетельством былого царства природы в этих краях. Да. Вот там. Так оно все разрастается, а все так дальше пойдет. Скоро будет жит умер пригородом Киеве. Да. Да. Вот. Бывшее, опять же, место. Там в овраге протекает один из истоков совки. Вот тут вырубили, срыли часть склона, вырубили рощу и прокладывают эту бетонную дорогу на жуляны. И впереди виден холм, второй холм совок, совмещенный с Проневщиной, где лежит верхний каскад совских прудов. Киеведра. Киеведра. Отец essesarlaей, чемпион ο яндок. Киеведра. 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 Проходя по этой дороге мы услышали шум воды и решили посмотреть, что же протекает в этой трубе. Это же колодец в коллектор. Так вот, вот такой вот поток. Он не пахнет химией и он где-то там скрыт. Сейчас я хочу как-то встать, чтобы попробовать его снять. Ой, блин. Ого. Что мы видим? Что там? Внизу нехилый тучет поток. Ого какой. Сейчас я его сниму. Офигеть. Да я вот на видео вы снимаете. Офигеть. Это со стороны кладбища. Точно со стороны кладбища течет очень мощный поток чистой воды. Потому что от нее не пахнет этим химией. То есть там еще какой-то исток. Сейчас я масштабируюсь назад, отпрыгиваю и показываю обстановку. Вопрос. Значит, исток совки, известный нам, протекает вот там вот в овраге. Вот там чуть-чуть в стороне от бетонной дороги еще лежит какой-то коллектор подземной. Вот там холм с основным районом Совок. И вот в сторону Совского кладбища мы видим смотровой колодец в коллекторе. В нем со стороны самого кладбища течет мощный чистой воды ручей. Спускаемся. И, следовательно, этот ручей идет дальше и там впадает вот в общую водную систему Совки. А впадать он должен вот там у низовья верхнего каскада Совских прудов. Не зря подошли. А вот эта вот вонь, которая чувствуется химическая, она исходит вот отсюда. Вот тут еще есть колодцы в коллектор. Вот под вот этим земляным горбом проходит толстенная металлическая труба. Плюс здесь проложен какой-то коллектор. И вот из него-то и исходит эта химическая вонь. Но тут и шум воды. И мы не можем сказать, то ли это впадает вода вот из этого колодца, что он проходит сюда и соединяется с вонью какой-то и идет дальше. То ли из того коллектора вода идет вот как-то так и уже там вливается. Так, ну вот мы выходим к верхнему каскаду Совских прудов. Вечная стройка Киев-Атома. Вот. Продолжение следует. Продолжение следует...